всем привет извините чуть задержались на самом деле ждали просто хотели чтобы все добрались а кто-то был вчера на блокчейне в школе у нас они много чего то есть и новенький потому что я думал блокчейн сорвал как бы ажиотаж такой большой полный зал был на кибану не так много записалось хотя как по мне это очень крутая штука и тогда сразу задам пару вопросов а кто ну так и знает что такое кибана elxtech раз два три а ну тогда понятно окей сегодня будет такой беглый overview наверное для тех кто совсем ничего не знает или знает но поверхностная постар или работал с кибаной но например со старой потому что у нас на проде пятая версия это небо и земля по сравнению седьмой вот скоро восьмая будет выходить окей начинаем меня зовут да костя изотов я работаю автомашин к инженером у нас в дата арте уже суммарно ну не в дата арте суммарно у меня опытом 8 плюс лет потихоньку уже не чувствую прям только автомашин там уже и девопс там всего набежало вот кибана до меня добралась я мне честно влюбился очень мощный тул и когда я писал он invitation на этот доклад я там как раз первыми написал пимби бизнес аналитики продуктов норы как по мне это очень важная штука для них помимо того что там данные хранятся ретерспектива смотреть куда двигается продукты как его развивать черпать новые идеи как его развивать и вот видеть где ты можешь заработать больше денег это вот самый топовый тул а для просто девелоперов ну помимо просто дебага облегчение жизни там логов метрики и прочее хороший бенефит если у вас на проекте нет кибаны и вы грепа эти tail запускаете налоги там ищите по разным серверам собираете на ком же сервере это была ошибка там в логах начинаете писать в каком трейде это было это тоже вам пригодится если вы работаете с кубернетис много работает людей поднимите руки не так много но если что это тоже киллер продукт для кубернетиса как собственно сами разработчики если не ошибаюсь из бельгии заявляют что на сегодняшний день топовый продукт для мониторинга кубернетис системы в целом все вот эти поды логи цпу память жизнь процессов внутри и прочее прочее никто так классно это не делает на сегодняшний день как кибана окей начнем перед тем как мы перейдем вот непосредственно к стеку маленький overview почему кибана потому что есть другие продукты многие путают или сравнивают кибану с графана и говорят фигня твоя кибана я сто лет работаю с графана и у меня все классно я подготовил два слайда вот первый из них сравнение кибаны графана и прометеуса если за скобки вынести в целом что не совсем корректно их прям сравнивать в целом они могут выполнять похожие вещи но мы видим что вот по звездочкам на гитхабе реддите стек оверфлоу комьюнити в три раза отличается примерно от графан и от прометеуса как бы но это обычно это многом горит то же самое уже не стал приводить google тренды то же самое не выше у кибаны и это только у кибаны если мы весел стек начнем разворачивать там один эластик он понятно что тоже гораздо большим спросом пользуется чем прометеус то есть комьюнити гораздо больше да важная оговорка сначала сразу кибана это open source продукт он бесплатный конечно от главных к трибьюторов есть платная версия enterprise в клауде они все развернут все настроят и вы им будете мучить мозги по поводу если что-то там у вас не работает не завелось сразу да дальше все можно разворачивать докерах можно ставить стендалон то есть удобство установки там все все очень просто дальше вот можно посмотреть на стране кибану кибана и забег главный конкурент реальный конкурент это пожалуй сумма logic это чисто платная фигня и буквально вчера вечером я снова заходил на их сайт еще полгода презентации примерно месяцев пять месяцев пять назад не было реальной версии никакой то есть никакой никакого плейграунда ничего не гриле мы классные вам надо парсить логи собирать метрики мы все сделаем приходите к нам у нас все в клауде хотите закажите за денежки по оси или там мы с вами поговорим короче даже цен не было сейчас цены есть они кусючие в год там будет выходить около 10 минимум 10 тысяч долларов но это достойная альтернатива то есть если есть деньги ну я с ней не работал это я знаю понаслышке есть ребята в датарте кто с этим работал это крутая штука но очень недешевая и важный ее момент понятно что вам не дадут ее развернуть на своем инвайрменте то есть только в их клауде и хотя они добавили недавно фичу по PCI compliance то есть там если вот вы очень боитесь за свои данные они там дают какой-то серпати фреймворк как-то это наверно функцирует не знаю но обычно клиентам которые сильно переживают за свои данные даже этот вариант не устроит они хотят только у себя разворачивать и тогда сама logic отпадает забекс это мега древняя штука я не знаю как она до сих пор держится на плаву с 90 буквально шестого года по моему на сях мужик ее пишет памятник ему надо поставить серьезно саппорт это огромное он он главный контрибьютор контрибьютит огромное количество платформ там если открыть сайт вот я честно очень хочу открыть сайт сейчас потому что скажем так фронт пейдж там сделан так классно типа он не уступает кибание смотрим заходим вот их солюшены и тут интеграция совсем дот нет актив директоре 1с android ну все amazon веб-сервис и все есть открываем любой только не давайте android смотрим тут какие-то скриптики на питоне здесь проектики на гитхабе 70 40 звездочек ну честно думаю окей наверное это один такой не буду клацать все ну вот давайте даже этот amazon что прям совсем по идее хотя может там больше будет где-то был amazon ну серьезно то есть это на коленке что-то кто-то сделал но прям строить свой стек вот на вот этом деле я бы не стал ну как-то он живет серьезно сейчас обратно возвращаем презентаж q да и за бекс платный а или или бесплатный я ошибся окна сорс окей теперь возвращаемся к келку elxtech понятно тут уже многие руки поднимают она я думаю все знают что расшифровывается как elastic search lockstash кибана аббревиатура и сейчас шутят сами же разработчики переименовать это дело в белк или elgbi потому что есть еще битс фэмили и зачастую сейчас не все юзают локстэш ну вот битбц они достаточно мощные чтобы решить большинство задач и возможно вам никогда локстэш и не понадобится по порядку значит главные фичи security sso да тут заморочились с в кибании вот все в во всем стеке все очень секьюр на очень и очень причем в две крайности либо вообще секьюр насти нет то есть вы его устанавливаете для поиграться play на штите пи никаких логинов все у вас работает все окей либо все супер мега секьюр на все вся экосистема между собой будет общаться супер секьюр на подводный камень для тех кто думает что я поиграюсь не секьюр на потом взлетела мне понравилось я переведу на секьюр на вы проклянете все на свете это ужас лучше сразу сделать все секьюр на потому что как только вы понимаете что ой мне эта штука очень нравится хочу оставить но теперь это чтобы где-то вытащить in point не надо эти секьюрным это очень сложно ну прям вот особенно когда речь идет о продакшене вам нельзя чтобы на дом то не допустим то как бы это будет непросто alerting есть alerting любой какой хотите интегрируется с кучей аппликейшенов со слэком не слэком alerting очень-очень-очень умный и трешхолды и просто там какие-то границы с кучей данных настраивается очень гибко life monitoring самый простейший позже поговорим об этом и хардбиты так называемые то есть можно мы не то причем достаточно можно как самый простой там пинг сделать можно сделать чуть посложнее он может где-то залогиниться что-то проверить и вот это для него будет heartbeat репортинг по сравнению с пятой версии конечно в пятой версии там есть репортинг но вау эффекта нет начиная там с 64 по моему 7 репортинг это прям высший пилотаж от простых вариантов сохранить pdf чарты статические какие-то вещи прям линочку кинуть в письмо приотачить человек откроет у себя эту кибану увидит то же самое что видите вы до супер крутых на канвасе репортов которые вы можете ставил менять как хотите картиночки свг там все out of the box идет но правда очень красиво такой репорт берешь смотришь прям ух то есть грубо говоря там такую инфографику можно строить очень удобно графики тоже кибана но они знали на что делать упор то есть одно дело кросс есть просто данные вы другое делки есть данные вы можете сделать выборку но когда у вас пару разновидностей графиков окей пайчарт никого не удивишь этим пайчартам они на педали ли очень много разных графиков есть view builder и когда ты по сути когда ты делаешь график что мне больше всего нравится в кибане вот где бы вы про кибану не читали вы встретите слово либо exploration либо discovery то есть по факту данные у вас есть но грубо говоря их так много что вы не знаете какие же там данные есть и что вам на самом деле надо вы хотите в этой куче покопаться много отсеять вы еще даже не знаете что отсеивать будете что вам в результате отсеивания придет на вход то есть графики которые очень удобно позволяют это сделать то есть вы их строите на лету вы строить один график докручиваете на нем пару контролов и этот график преобразуется совсем другой машин лернинг есть во первых у эластик серч они все знают что под капотом есть машин лернинг его можно юзать многие юзают просто эластик серч понятно как кэш как ну как кэш и очень успешно используют машин лернинг оттуда теперь он есть в кибане я немножко удивился если я не ошибаюсь в пятой версии машин лернинг все-таки в кибане был бесплатный сейчас его помещают как enterprise фича и вроде как просят платную лицензию то есть травил есть но машин лернинга можно будет пользоваться за денежку почему это мега круто все игра ну это отдельная лекция там должна быть на на по машин лернингу но в целом мы можем классифицировать предсказывать и что еще распознагруппировать распознавать по факту нас наверное интересует prediction больше всего то есть когда мы смотрим на график и у нас alert сработает заранее когда пик еще не достиг треш-холда но система смотрит что по динамике скорее всего сейчас будет ай-яй-яй и надо уже слайд письма чтобы продакшен мониторили люди ласик серчис кель до достаточно сильный там sql куча запросов но это больше классику относится но да и то есть там можно делать кучу разных штук канвас это канвас это вот больше относится к репортингу это у них практически они выделяют стендалон фичу она действительно очень мощная и описывать словами нет смысла попробую вам показать на демках на их самом сайте там красивее как бы особо не покажешь до эластик серч хотел вам показать что такое эластик серч видео было у них замечательное трехминутное или двухминутное видео на их сайте его больше уже нет по этой линке придется рассказывать словами там просто было сжато и коротко поэтому я размазал поначалу презентации если что забыл да из таких хайлайтов два пета данных петабайта данных ластик без проблем процессе и вы будете искать там что-то нормально не две минуты ждать какой-то запрос сложный понятно что это быстрый поиск потому что эластик серч это база данных с search engine с full text search engine нам внутри они там супер тесно синтегрированы поэтому работают очень быстро до эластик серч ребята с самого эластика интересно классификацию далее когда их спрашивали что такое эластик серч чем отличается от просто базы данных не сказали что это скорее энциклопедия то есть ластик серч делает из ваших данных энциклопедию одно дело когда у вас есть просто данные и другой диок у вас есть это в виде энциклопедии decision making tool это я тоже вначале сказал то есть он позволяет все таки вот когда у вас или стагнация на проекте или вы платите деньги серпати какой-то аналитики которая там смотрит поведение ваших пользователей строит вам какие-то репорты а вы ну они репорты строят они вам выдают какие-то цифры какие-то рекомендации но вы не можете заглянуть как они это делают возможно вы хотели что-то другое сделать вас бланта натолкнуло на какие-то другие мысли эластик это вам позволяет эластик серч с гибаной позволяет сделать легко вам не надо делать никаких обвязок все заработает сразу же вот пожалуй вот так можно ответить что такое ластик серч в первом приближении да и он имеет 3 full search то есть кучу опишек опишками же туда можно без проблем данные ложить приотачивать туда джейсон и там свой формат придумывать на лету все очень быстро вам не нужен отдельный какой-то dba чтобы вам схему разработал там подумала как мы это все свяжем нет там все просто документы поля и ваши данные можно делать query запросы не нужен stand alone клиент все в браузере полностью весь функционал кибаны все в браузере работает очень шустро доски банной очень классно вы всегда можете глянуть на ретроспективу какая бы ошибка у вас не всплыла вы всегда можете посмотреть она начала появляться последние три часа как раз три часа назад у нас был релиз или эта ошибка раз в месяц появляется последние шесть месяцев но наверное не так критично и чуть-чуть задом наперед пойдем без family значит light weight агенты шиперы которые шипят данные в блок стэш или напрямую в ластик да вот тут собственно написано белка или lgb и хотят переименовать этот стэк потому что ну локстэшом я же говорю пользуются далеко не все не всем нужен функционал мощный lk у вас может быть очень очень много как тут написано тысячи машин и они все будут слать данные в ластик или в блок стэш отсюда вопрос потянет ли ластик такую ddos атаку например огромную если там инфраструктура огромна world white и прочее да потянет если вдруг не потянет он скейлиться очень хорошо то есть кластер эластика разворачивается очень просто в докере в кубере это прям он он под это заточен все здорово там есть свои моменты это я бы на сегодняшний день если мне понадобилось бы расширять как-то кластер или апгрейдить я бы все-таки очень хотел чтобы за меня ну помогал как минимум девопс это делать потому что там достаточно много подводных камней но справиться можно и человеку который с этим не сталкивался all kind of data какие же шиппер у нас есть я так там хайл забег столько что который показывал там он то вроде шлет не шлет но сделанная на коленке на гитхабе мало контрибьюторов когда последний раз там апдейт или и прочее вот какие есть типы семейств скажем так в бицах файл бит то есть любые логи у вас есть файлики это ваша апплики аппликуха кастомная либо это какой-то апатчи у него есть логи натравливаем на него файл бит все взлетит метрик бит заточен под cpu memory and jinx там вот перечислено кавка докер имеется ввиду не логи а эти метрик бит они интегрируются в сам продукт каким способом это уже и depends смотря какой метрик бит и читает их метрики то есть производительность вашего опыта не по логам а вот он реально смотрит сколько там сейчас воркеров какие там потоки сколько там сейчас естся cpu там сколько у нас сообщений в очереди именно метрики цифры не распаршенные логи packet биты то же самое только по нетворк дайте то есть там snmp всякие протоколы тут я не сильно вам не смогу привести много примеров как они там юзов по-любому каким-то железяком они умеют нативно цепляться и собирать ваш трафик до снифи трафик точно пакет биты могут вин логон бит понятно виндовые ивенты тоже интегрируется хорошо куча ивентов все там парсится красиво собирается и важный момент если останется время покажу на сайте сам самого элка там буквально шесть шагов но это 6 копипейт шагов включая скачать zip распаковать там тарник и запустить сашник вот это все что вам надо будет сделать чтобы заинтегрировать бит на вашу систему аудит бит для линукса то есть понятно там все аудит линукс линуховые логи heartbeat самые простые битцы которые 7 петесь и пешки теперь протоколы могут зазать чтобы что-то пингануть проверить живое неживое двигается не двигается потыкать палочкой дашборды есть готовые для хардбитов и фаншн бит как бы 2к 19 надо хайпануть serverless shipper и я сначала подумал ну блин наверное ради хайпа добавили чтобы amazon мы тут на лямбды можете навесить это делаем с другой стороны очень крутая штука потому что я вот частенько на докладах по на двух крупных достойных таких действительно больших докладов спрашивал ребят что делать если я у амазона купил лямбду и тут у меня божина в коде она дернула этот метод десять тысяч раз тебе amazon выставляет метод метод господи счет никуда от этого вообще не денешься ты попал ограничение да там можно выставить ограничения у амазона по количеству ну допустим выжрал весь твой бюджет месячный и все ты до конца месяца не можешь лямбдами пользоваться фаншн бит во первых он все будет шипить в кибану и например тот же machine learning заметишь что очень неадекватное поведение вашего приложения в три часа ночи для этого полушария и вот там начинается дергаться это лямда он вам пошлет алерт это очень здорово и последний пункт кастом бит ну вдруг вы найдете какой-то юз кейс который вам не хватает что-то мега экстра кастомная вам надо это шипить пожалуйста экстендитесь от битов пишите свой собственный но вот прям вообще сомневаюсь честно что кому-то это понадобится лог стэш это такой посредник между то есть битов у нас будет скажем 1000 лог лог стэш между эластиком и битами он будет один можно распараллелить например там 23 сделать и один ластик потянет 23 окс тэша и ветерок сэш и потянутом тысячу битов он позволяет делать следующие штуки input и а я линку ставил потом все-таки не поленился то что по этой линке там нижнем слайде мы сейчас увидим input и фильтры output и и кодеки то есть input и мы можем настроить из файлов message басы биты там список не полный их больше фильтры фильтра мы получаем данные отбрасываем какие-то данные переименуем поля модифицируем там что-то не знаю кодировку меняем текста дублицируем добавляем гео и пи метод данные к этим данным output выплевывать это все дело он может естественно властик search в csv email slack ну тут на самом деле перечислено все что можно только себе представить графит кавка монга message бас веб соки tcp ну по-моему после вот когда ты читаешь что там email есть стоит понятно же он а вот путь может куда угодно кодеки с этим делом я не работал но по сути это примерно следующее то есть возникает вопрос чем кодеки от фильтров отличаются если то и то парсит но кодеки они парсят это как грубо говоря если это протокол то он этот протокол раз парсит под ключ вы его подключаете он парсит кодеки подключается список их нам тоже очень большой и ну более удобно то есть там тени фильтра надо настраивать кодеки ничего настраивать не надо там ты настроил он тебе будет это декодировать в свой формат и выплевывать сразу в ластик это output плагины то есть тут ну ну все правда influx db там монга в с кавка все есть input то же самое crc туда можно что слать ну это не знаю они они все мне кажется саппортят salesforce да даже даже с другого эластик серча можно дать ластик серч если что может мониторить сам себя то есть он машину с ластик серчем его же биты можете натравить и властик в кибане смотреть как живет ваш ластик все ваши вся экосистема кибана самое интересное собственно то грубо говоря подкапотное пространство которое мы настроили она по идее мы туда больше особо не лезем но магия с одной стороны все там но пользоваться мы будем здесь отличный юай настраивается как угодно можно писать query хотите не хотите тыкать кнопочки пожалуйста напишите query запрос очень простой там сейчас посмотрим какие есть варианты визуализация данных самое важное то что вы никогда не увидите в логах когда вы будете гребать в принципиально никогда не увидите каких-то спайков где что частенько было вот на моей практике окей кто-то или даже я запускает тейл на машине в ssh и смотрит как там идет нагрузка быстро логи бегут о замедляются что-то там не то пошло или наоборот о вот сейчас нагрузка пошла не прям там несутся очень быстро дашборды можете настраивать понятно что если вы наиблийте сразу аутентификацию вы можете настроить кто куда может заходить плюс с новой версии появились я не знаю не уверен в шестой вроде не было наверно в седьмой появилась появились спейсы то есть у вас один этот elk стек но вы можете под разные свои продукты сделать спейсы чтобы ну что вот у нас на проекте сейчас список дашбордов и всего разрос все очень сильно и надо там до пятой страницы листать или сделать закладки в браузерах своего любимого дашборда смотреть как там прод что у нас там по перформансу то тут можно это на спейс разделять переключаться переключился на спейс там отдельной части продукта смотришь как там дела интегрируется куча ну так называемых apple и плиткух внутри их можно доставить как плагины если вы апдейтите версию всего их стека это я вам рекомендую делать ну не прям вот только вышла новая версия сразу апдейтится но не затягивать с этим потому что вот например с 5 мы уже поняли мы не заапгрейдимся никогда то есть слишком дорого и слишком большие риски то есть мы можем что-то потерять или это затянется но очень долго инвестировать в это время не хотим ну не готовы кастомер конечно не готов мы это готовы вот лучше аптодей держать чтобы все новые фичи которые выйдут и появятся раньше надо было ручками в пятой версии это качать в linux и доставлять ничего сейчас не надо вы прям в яйчике кликаете хочу это скачать он качает и добавляет все на этом презентация заканчивается в самая наверное нудная часть и я сейчас сяду за ноутбук как обычно перед самой презентации маленький казус произошел еще там мою машину это подсеть не видит а у меня там уже поднята кибана все я настроил для презентации но оказалось все все хорошо плюс вот еще кибаны в докере это поднялось ну минут за 15 две команды и все работает я сейчас первый раз он по идее уже должно было запуститься все так это эластик наш эластик работает теперь 5601 давай давай я уже туда на развозачаться не буду да и в новой версии я готовил тестовые данные скрипты там писал чтоб заполнить а в седьмой версии тут уже есть даме дэйта и можно классно с этим поиграться облегчил очень сильно жизнь да и красивее как будет лучше будет впечатление начнем ну давайте сэмпл в blocks простенький вариант и даже дэшборд они сразу сделали не хотим ну это эмуляция какого-то приложения якобы вот у нас есть какая-то вебоплекуха и вот так она живет есть какие-то посетители уникальные пайчарт кто с какой уэс сидит все красиво респонс коды страшный график для я не знаю наверное бизнес аналитиков я вот прям с ходу даже не могу прочитать роут дэйта какой-то хит мопа вот кстати ну тут смотря какой из кейс но хит мопова часто конечно очень сильно выручает вот такие страшные штуки то есть например зашли из китая там ушли на какие-то на на индию наверно там кто что какие тренды очень и очень кастомеры не знаю по опыту ценят вот такие карты когда у вас есть бизнес вы можете посмотреть с какого региона у вас больше идет трафика income то есть возможно там можно снизить рекламу или наоборот увеличить или стараться расширяться на тот рынок и прочее ну да это даже во первых здесь есть вот такие виджеты типа контролов то есть вы можете это все конфигурируется все настраивается очень просто и до примера если мы выбираем давайте гб все у нас за апдейтился весь дашборд и мы видим все только для великобритании вот мы видим великобритания source destination куда великобритания чаще всего переходит от нас ну на самом деле это очень 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 здоровская штука если вот ну тут понятно что я не смогу для каждого привести пример it depends какой у вас области экспертизы чем вы работаете кто у вас кастомер и какой у него бизнес туристический не туристический финансовый не знаю любой любой отрасль там есть данные вы их можете discovery здесь смотреть что у вас происходит здесь же добавлять фильтра там все 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 тут можно делать опять же вот классные вот эти спайки то есть помимо того что он показывает вам трафик давайте уберем вот эту штуку там лучше было видно наводим на звездочку что-то пошло не так какой-то error и мы можем паснул уже инвестигейтить именно эту проблему по датам после здесь часто и последние семь дней здесь очень гибко можно настроить последние минуты секунды и так далее так далее если смотреть с точки зрения автомашин кей тоже очень последняя полезная штука так как у нас есть ростовый api мы можем ну скажем так если кибаны нет эластика нет и у нас есть логи нам надо сделать какой-то тест и глянуть а точно ли в логах появилась какая-то запись это прям заноза-заноза ну кроме костылей там ничего не будет с кибаной пожалуйста дернули с определенными параметрами и получили результат распарсили достаточно красиво джейсон и поняли тест прошел не прошел если смотреть не на дашборд а грубо говоря ну не роут дэйта но вот такое представление discovery вкладка называется тоже достаточно полезная здесь все данные то есть мы видим вот это все вот эти все столбики это входящие данные вот можем видеть что начиная там с трех ночи начинает расти активность 9 12 15 18 падает 21 то есть там пользователи вот так ходят понятно что например в реальной жизни на выходных два спайка будут пониже обычно или повыше наоборот если там это продажи какие-то путевок например люди чаще будут смотреть не в рабочее время хотя в обеденное например пике больше и на выходных больше какие у нас здесь есть данные вот грубо говоря вот это все что заходит с каждым спайком то что мы ему скормили грубо говоря мы дергаем ростовый in point при оттачиваем к нему джейсон в том формате в котором мы хотим ну то есть поля называем как хотим какие хотим данные туда складываем и это все прилетает в эластик очень удобная вещь например 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 кликнув кликнув какое-то поле мы можем посмотреть топ-5 рекордов ну там например для ip это не сильно интересно хотя допустим здесь был бы один ip адрес и у него здесь было вот не 0 8 процента а скажем 70 явно что-то не так то есть за у нас ты здесь семь дней за семь дней 80 там 70 процентов запроса приходилось этого ip адрес это серьезный повод задуматься что это за ip адрес почему такое происходит агенты то же самое посмотреть превалирует там mozilla не mozilla safari соответственно там фронт-энд тему перераспределять на оптимизацию того или другого браузера пробежимся наверно дальше по всем вкладкам параллельно так дэшборды желайз до вижу лайз здесь мы создаем визуализацию если нажмем плюсик вот это список всего что нам предлагает кибана всех визуализеров то есть пай чарты дата тейблы все 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 и вот рекомендую обратить внимание на visual builder он вот я бы сказал даже два timeline в visualize builder timeline рекомендую использовать когда вам вот вы нашли какие-то интересующие вас данные на вкладке discovery но теперь вы хотите посмотреть графики вы не хотите сейчас настраивать большие серьезные чарты вы хотите быстренько по запросам посмотреть вот на эти данные в виде графиков понять куда он двигаться дальше это timeline visual builder это скорее на тот кейс когда у вас есть область данных и вы когда вот вы один раз настроили движула из билдер и там есть уже сразу out of the box несколько контролов которые вы можете переключать что-то типа подобия грубай и группировать ваши данные под разные use кейс то есть там нет вот ты его настроил один раз и все ну можно но интереснее гораздо когда ты вроде там все настроил но ты можешь это двигать прямо там контролами эти все вижу лазь билдеры это все создалось созданием даме данных то есть понятно что out of the box здесь будет пусто вы их сами будете создавать список ваших дэшбордов он у нас тут один поэтому он открылся было бы больше сейчас будет больше там список появится канвас ну да то есть примерно так эта штука выглядит я с ним не игрался смотрел только на готовые репорты всех этих сфг картинок все вот эти метрики инфографика ну все очень гибко тут ну не знаю это надо быть фанатом на за на бизнес аналитики продуктов норы этим лиды им бы это понравилось и зашло потому что ну а кстати я спрашивал не спрашивал бизнес аналитики пьемы приходит шли сегодня не пришли никого нет ну да логично на самом деле из этого для проекта можно вынести очень много очень многие это недооценивают но вот highly recommended одним словом так это канвас мы тут были следующая карта значит тут маленькая оговорочка с картой все здорово и пишники мета данные это очень полезная информация все ее хотят глянуть с одной оговоркой out of the box кибана вам не даст то есть вам нужен какой-то серпати сервис они не супер дорого стоят на самом деле но за них надо отдельно платить это никак не связано с элком с кибана или с какой-то другой тузой суть в том что вам нужен сервис который знает какой пишник какому региону принадлежит вот поэтому кибана травил по он предоставляет но потом отрубает его и за денежку надо будет отдельно платить машин лернинг тут даже 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 включен по умолчанию с машин лернингом я лично дело не имел так как мы я уже говорил нас кибана старом и и забыть не можем только по докладам могу судить настраивается достаточно просто и на alert и юзкейс очень хороший настраивать полезно даже если это будут скажем с моей перспективы автотесты которые вы без проблем historical day там помимо каких-то репортов не знаю как вы храните неважно pdf там какая-то база данных вы можете скормить это все в эластике анализировать потом это будет здорово потому что никому не нравится когда есть 30 тестов которые все время красные или мигающие и когда вы к этому привыкаете за пару месяцев на это дело забиваете никто эти тесты не смотрит потому что всем лень и интересно никто не видит этого пользы понятно что он разбираться каждый раз что там красное с машин лернингом можно настроить так чтобы он старался адекватно оценить если там действительно какая-то беда есть тестами то он пошлет alert логи тоже по моему с 6 версии добавили очень крутая штука грубо говоря ваши логи tail в браузере очень удобный хотите нажимаете stream life и у вас логи в браузере не надо открывать консоль ничего никуда лезть очень очень полезная нужная фича на в обычной жизни конечно вы вряд ли туда будете смотреть но когда что-то на про де горит это вы туда по-любому загляните apm это вообще скорее всего тема отдельного доклада по идее она и в пятой версии доступна эта фича если не ошибаюсь application performance монитор расшифровывается в двух словах вкратце если у нас java приложение мы берем специальный джарник от ластика подкидываем его в каталог java машины ни одной строчки кода мы не меняем в нашем приложении запускаем с двумя буквально ключами jvm ку нашу и наше приложение поднимается и магия все метрики нашего приложения все трассировки все exception и все появится в кибане по заявлениям эластика 95 перцентилей ну короче грубо говоря удорожает время исполнения каждого метода не более чем на одну десятую миллисекунды то есть вообще не удорожает ну это ничего вам не стоит такие вы всегда можете стопнуть jvm q если вы все-таки хотите максимум перформанса отключить это дело но в целом это это прям топ да понятно что не только java там саппортится go ruby там около шести языков программирование вроде тут нет вот вот они выкатят что джесс от нее а нет но но джесс да но джесса портится отдельная вкладка порт хардбиты но тут нет ни да мне дэйта под хардбиты но тут я думаю понятно тут будут чартики такие квадратики с хардбитами наглядно посмотреть что сейчас у нас происходит или происходило за какой-то период времени с нашей инфраструктурой devtools достаточно полезная штука скролли вниз а сейчас вот так она должна выглядеть документация у ластика потрясающе очень интерактивная на сайте когда нужно выполнить какие-то запросы по модификации данных очень удобно сделать грубо говоря не отходя от кассы прям здесь никаких постманов ничего вы здесь все пишите выполняете когда мне это пригодилось у нас на проводе понятно что идеально за дизайн из первого раза ваш документ тоже не всегда получается и иногда вот все таки кастомер хочет я хочу это поле переименовать поле там не знаю host name он хочет называть это хост нижнее подчеркивание name это беда прям вот этого казалось бы это звучит как простая штука ну камон поменяйте там как-то поле неужели нет механизма эластика это сделать нет нету вам нужно создать копию документа с полем host name с нижним подчеркиванием дропнуть тот и это на самом деле не не тривиальная задача если кастомер хочет чтобы это было бесшовно то есть вы не потеряли не стоп 0 лкни на секундочку например у вас там летит 100 мегабайт данных в секунду и пока вы что-то будете перекачивать в новый документ вы что-то пропустите ну и так далее это понятно если это не critical тут это все можно сделать сделать запрос на удаление каких-то данных переименование достаточно удобно все же профайлер тут тоже в пятой версии ничего этого нет есть только консоль посмотреть как у вас search отрабатывает где проседает время выполнения мне ни разу не понадобилось на самом деле все очень быстро работает но уверен конечно в каких-то кейсах это нужно игрок дебаггер полезная вещь то есть когда вам надо распарсить текст вы кидаете пример своего текста пишите свой паттерн и смотрите правильно он его парсит или нет дефтулз мониторинг выключен сейчас он себя покажет состояние своего хелса у него ну эластика по ростовом мапе ростовой аппе очень богатая если по каким-то причинам вам надо смотреть мониторить эластик чем-то другим пожалуйста end point of полно весь кластер его поведение все что вы только захотите вы сможете отсюда вытащить данные вот видите живым хип там диск спейс часто до выжирается он место под эластик надо много в этом плане это наверное трейдов потому что у вас большая скорость получения данных кибана как себя чувствует и прочие компоненты если бы не были ну и настройки где вы можете посмотреть какие индексы у вас есть дропнуть эти индексы посмотреть какие типы какие-то настройки для эластик серча апгрейд ассистанс до 8 версии такого раньше точно не было но вот я же говорю с апгрейдами и гладко и негладко если вы up to date плюс-минус держите версию эластика все будет хорошо если он у вас сильно отстал будет непросто скорее всего вам руками придется все ставить по мануалам еще раз мануалы очень хорошие это не невозможно но на проде это делать очень так нервно руки трясутся потому что действительно может все пропасть и никто не хочет что пропадали данные естественно пожалуй все что я хотел рассказать о кибане наверно последний если я не убедил кого-то что кибана это очень здорово пример меня впечатлили ребята киевский стартап лет пять они наверное работают кастомер у них достаточно серьезные там bosch яндекс какие-то большие крупные зарубежные сми они собирают аналитику шлют все это дело им по сути ребята сделали бизнес на эластики на кибане все что они делают они очень ну архи умело менеджет всю эту к систему то есть понятно что она у них огромные огромные кластеры сначала у них это было свое железо очень большое потом они поняли что никак они дальше не смогут саппортить это железо нет смысл в этой экономии начали переезжать в какой-то клауд неважно какой но суть в чем они поддерживали гарантировали sli для своих кастомеров что ничего не потеряется и вот они смогли сделать бесшовную миграцию со своей со своего железа на клауд таким образом что ни одного поста в rest api не потерялась по дороге и плавно потушили свой кластер но главное то есть ребята нового никакого продукта не написали крайне успешный стартап по профиту они просто менеджер систему а их кастами по сути просто пользуются визуалайзерами и этого на протяжении пяти лет огромным требовательным клиентам хватает за глаза то есть нет такого что не приходит грязь слушайте все хорошо но вот нам не хватает какого-то графика там добавьте его вот как бы кибана рулит теперь наверное вопросы за вопросы у нас вот и чары нам дали пакетик классный уверен там очень крутые штуки я в него даже не заглядывал давайте выберем потом самый клевый вопрос да вот молодой человек спасибо большое за доклад очень интересно вопрос такой вашей компании вашем проекте где развернут елка стек на хостах в облаке в каком облаке если не секрет и как менеджер elastic search это отдельная база отдельный хост либо какой-то сервис спасибо значит менеджер со всего клиента причем появлялось это все спонтанно то есть кастамиру это как инвестиция была сделана ну такой бонус подарок что ли развернуто было это на машинах которые меньше всего юзались по цепи у какие-то там тестовые не тестовые машины там это все развернулось это centos машины centos 5 то есть все до свидания докер в докере мы это там не подняли это все поднималось руками это было грустно это одна из причин почему мы дальше не можем апдейтить элк это все упирается в зависимость пакетов centos 5 но он он же супер надежный centos 5 лишь потом был вопрос как менеджер elastic нет это не облако даже и близко столько денег у кастомера нет ни облака но в целом практически бесперебойно все работает у нас где-то 5-6 эластиков но были свободные машины мы подняли я думаю там потолок загрузки очень большой единственное во что мы реально упирались это в диск space то есть на этих машинах катастрофически не хватало диск space а и у нас сейчас elastic работает на 30 дней то есть каждый день вот 30 он перетирается было здорово иметь данные за год за два когда у тебя есть какие-то сезоны и ты можешь это анализировать но это пока так кастомер доволен из месяца на самом деле очень очень много было кейсов ге мы смогли импровить продукты предлагать новые идеи сейчас микрофоном дадут что вы слышали на записи спасибо за доклад почему нельзя собирать эти данные за месяц сохранять их в какое-то хранилище и иметь сразу же за какой-то длительный период не столько за один месяц делать какую-то выборку определенную сохранять эти все данные и закидывать в хранилище которые там какой-то вархаус есть но первое наверное никто этим заниматься не будет потому что я слабо себе представляю ну смотрите в этом случае должно быть очень все автоматизировано то есть если я вспоминаю что я хочу за что-то за прошлый год глянуть главное чтобы это не было руками то есть это надо выделить человека который настроить все так чтобы у меня по моему клику это все разворачивалась если мне надо заводить тикет для человека развернуть седьмой месяц задеплоить этаж надо получается что вот у нас там есть 30 дней не заняты больше места на машине нет это надо или одну машину держать там грубо говоря 500 гигов свободных где это развернуть этот месяц чтобы заглянуть во вторник 7 числа ну не пережилось вархаус есть можно наверное было бы сделать но пока мне кажется что это сложновато было бы да пожалуйста микрофон спасибо за доклад и скажите у вас логи льются на машину в том запираете или напрямую на отдельно тачку выливается все ну логи как каким расскажу смотрите биты вот у вас приложение как работало так и продолжает работать ничего не надо биты хоть этой light weight shipper и очень маленькие очень такие но они очень смелые судя по всему у них есть свой реестр они очень умно мониторят файл на вот их изменения даже если что-то произойдет сетью например они набрали в себя пол они будут набирать чан каких-то данных появилась сеть они выплюнуть все локс тэш или в ластик например оборвалась что-то с файлом с битом ребутнулась машина он запомнит с какого места ему нужно продолжать считывать этот файл все будет корректно вы ничего не потеряете там прям продумано все второй вопрос логи на сжатые сжатые файловой системы вы не пробовали писать то есть есть файловой системы которые сразу по себе сами сжимают а логи это там столько места да я но я так понимаю нет проблем с хранением логов на машине нет они там ротируются перетираются раз в неделю или тоже в месяц я не уверен проблема не с логами приложения проблема с elastic search куда данные уже сложились вот он там очень жрет место прилично спасибо вот еще три вопроса раз за три там а четыре даже есть ли небольшой команде смысл использовать его или одному человеку или да вообще вот сто процентов да вот забыл хороший вопрос забыл сказать если вы используете какой-то свой pet project и не хотите еще и писать юай пожалуйста вам кибана все за вас решит у вас будут графики мой личный пример бегло я очень люблю фитнес-трекеры и они все разные их надо синкать они не хотят всегда делают все проприетарно вот фитбит он умеет отдавать данные у них есть api х там и со своими нюансами но в конечном счете можно выдрать все данные у них хорошие дашборды но мне не хватает вот там есть дашборды по пульсу которые не гибкие они тебе показывают только за 7 дней и ты не можешь мышкой четкий пульт и только график видишь это не вижу значения нет ничего просто выдираешь эти данные видишь в кибане как хочешь их крутишь вертишь просто все что угодно и это просто pet project это один человек в состоянии две команды я сейчас я не знаю наверно я спрошу кати манера если нужно я разошлю презентацию всем кто регистрируется смелом я добавлю в конец слайд две команды докера если у вас ты докер вы две команды запускаете у вас вот эта красота вся появится играетесь локально дергайте in point и будут появляться данные life еще пара вопросов сколько времени должен компьютер работать то есть если у меня есть какой-то проект он допустим теоретически android приложение сколько мой компьютер должен работать чтобы собирать данные онлайн сколько быть не совсем он собирать данные должен в реальном времени да да то есть компьютер должен она должна быть запущена да если она если у нее есть даунтайм биты накопят как только они будут стараться до нее достучаться причем насколько я знаю очень умно они не будут ее дедосить потому что когда 1000 битов начнут у нее стучаться есть станет плохо там типа тайм-ауты какие то есть там все здорово продумано как только она придет воптайм в себя они начнут потихоньку все с нее сливать и даже если вы что-то индекснули и прочее увидишь там рефрешится это все она не тормозит вот у нас буквально две недели назад такое было данные за два выходных мы увидели в понедельник их нету там на самом деле лишь и было маленькая но все данные сохранились мы их не потеряли и как только они начали да но заняло какое-то время но кибана не тормозила с данными работать можно просто как интерфейс мобильных устройств выглядит хороший вопрос давайте если контроль заварите посмотрим да да я умею так делать давайте вот этот я вас ну не самый плохой вариант давайте дашборд посмотрим ну по-моему вполне то есть если что-то прям надо срочно посмотреть комп а рядом нет да можно да вот еще вопросы там был вопрос да много вопросов вот вот сразу за тобой давай чтобы сократить решим задание слайдов был упомянут ластик тёрческий а позволяет ли этот кайф делать сложные запросы с математикой не отвечу честно не отвечу не скажу не пробовали нет нет это этот больше вопрос к ластик search я же помимо ластик серческий есть еще люцен синтаксический язык для запросов внутри кибаны и они добавили и он назывался куэри через кей типа кибана куэри новая штука они по моему от не отказались или перепилили сейчас это называется кей куэль или как-то так и в новой версии можно выбрать еще более удобная интеллисенс там подсвечивает все мне кажется там я вот на него им попробовал 10 минут попользоваться не читая не документацию ничего ты просто понимаешь как им пользоваться у тебя интеллисенс добивает все и ну достаточно просто с математикой вот не скажу это больше вот по эластик чисто серча ваш можно использовать пожалуйста как кэш у нас он тоже используется не как для кибаны а как кэш для определенных хинкер сервисов и там да наверно наверно можно пожалуйста вот еще вопрос кося спасибо за доклад у меня несколько вопросов на самом деле сталкивался ли вы или ты с такой темой проблемой как когда у тебя перебирается количество полей вот как менеджер ты как-то не менеджер была ли у вас такая проблема и у меня вопрос вы чистите по дате ну я так понимаю по времени да то есть индекс по месяцу ну есть еще какая возможность можно чистить по месту не думали ли вы так как бы вот не знал что можно чистить по месту очень здорово посмотрим то у нас все просто по у нас один день 24 часа это один документ менеджери ли темплейты но у нас вот в нашем кейсе мы их руками не создаем у нас по дефолту включено то есть как только прилетает запрос с какими-то данными на какой-то индекс которого нет он сразу создается если ты говоришь про проблему когда что-то там надо поменять он создался дает эта проблема если изменить существующая эта проблема как я уже говорил сразу готовьтесь сохранять это в новый индекс дропать старый переключаться чтобы чтобы то ни было что у вас постит постил уже новый индекс если добавить добавить просто в целом как только ты добавишь новая вот этот же запрос вал ты туда в джейсон вкидываешь еще одном поле она появится единственно что надо будет буквально одну кнопочку нажать вот в сеттингах где все индексы сделать реиндекс он подхватит это поле это поле станет searchable реиндексируется и по нему то сразу можно искать и я не сказал туда можно еще без проблем джейсона запихивать он как тип распознает джейсон и искать по джейсону внутри какой-то entry божественно на самом деле очень очень здорово ну у меня это да еще один вопрос наверно последний смотри ты когда вот развернул ты в докере так понимаю это все дела настроил туда у тебя ты включил когда включил мониторинг там состояние нод green показано да то есть обычно как бы я знаю по дефолту поведение ну я с шестой работал то если у тебя кластер состоит из одной ноды дата у тебя типа она находится все в елов типа состояние то есть нужно чтобы ломать это фича уже 7 я так думаю да потому что классный вопрос я увидел что там в ну когда я увидел что вам не надо срочно поднять на машине для презентации это все дело я увидел что там есть ключ при запуске эластика его мод и там интересный мод сингл сингл мод или как-то так мод for production короче вот для таких штук то есть он поднимается и чувствует себя хорошо наверно поэтому он и зеленый окей спасибо 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 за доклад вопрос такой на вашем опыте между битами и в акс тэшем или вас все чем как организована безопасная передача данных возможно чтобы какие-то левые биты не лили туда данная ну вот как я говорю у них типа 2 2 крайности либо вот сейчас все небезопасно он все ходит в открытом виде либо вы должны вот у нас например почему просто так я не во-первых в принципе безопасность даже если я доставлю их спак модуль не просто будет настроить это надо будет лезть руками и все спаривать и велика вероятность что где-то я не до настрою эту безопасность какой-то бит не достучиться я этого сразу не замечу или что-то будет не то в целом по идее как рекламирует это создатели элка гипербезопасно ну то есть вот максимум что на сегодняшний день может быть даже самый маленький бит она все когда ты устанавливаешь вот этот модуль xpack enterprise модуль но насколько я ну в 5 точно это было бесплатно это все еще был open source вроде сейчас тоже они скорее всего его так пугательно называют enterprise модулем но по идее это бесплатная фича ты его до устанавливаешь весь твой environment становится мега секьюрным и ты не сможешь никакой бит никак подключить пока ты не настроишь там все секьюрно чтоб там было на на чем там она основана и от сходу тебе сейчас не скажу вот прям вот сходу но по идее там это достаточность они это прям выделяют в отдельный в отдельную фичу да и у киваны отдельно там буквально дэшборд есть по security когда нам понятно и сама себя может мониторить по security и какие-то security протоколы она умеет мониторить смотреть все ли там хорошо все ли там ходит правильно все ли там сходится вот это я понаслышке знаю но это все в этом платном xpack наверно да ну по моему он бесплатный насколько я знаю он бесплатный даже если ты сам его ставишь они все-таки делают упор на вот машин лернинг вроде платный даже для private usage а он вроде платный дают trial 30 дней но он платный потом а вот вот эти штуки типа xpack а если ты это разворачиваешь не у них в клауде это бесплатно можно сделать ну или как в худшем случае будет trial и да они всегда говорят упоминают о том что если вот вы все разворачивали сами на своих железяках если вы у нас возьмете подписку мы с радостью лишим вас головной боли миграции вы нам только денег заплатите и мы все это перетащим к себе в клауд и у них достаточно божеские цены когда намучаетесь с этими нодами и шардами и прочим с эластиком то есть это должен быть отдельный сеньорный человек который это умеет менеджить это вот пока все хорошо наверное он будет достаточно свободный но если там надо что-то за апдейтить или что-то упало не поднимается у нас были частенько случаи вот три стартанул не поднялась но не частенько но на моей памяти было пару случаев что-то там было я даже не вспомню уже что именно но не поднимались какие-то ноды была беда спасибо за доклад у меня вопрос пробовали ли вы тюнить количество шардов реплик как-то чтобы повлиять на производительность был ли хороший результат я понял я понял но я наслышан об этой проблеме у нас нам не приходилось потому что у нас я говорю так исторически сложилось что у нас много машин и я уверен что мы далеки от загрузки этих машин там мы может их грузим там процентов на 10 наверно вот но это тоже тема отдельного доклада по шардам как там выгоднее все сделать там можно и документы тюнить и количество конфигурацию этих кластеров тюнить ну из первого главное там правильно подобрать количество битов лог стэшов эластиков пропорцию чтобы выжать максимум из того что вы имеете но это в принципе я капитан очевидность вот какие-то тонкости не подскажу спасибо еще такой вопрос при апдейте понятно что можно обновиться через яйку а как быть с откатом можно ли откатиться с более свежей версии на предыдущий если это к примеру в облаке то можно собрать какой-то имидж да если в том же докере если это на физическом устройстве поднята как быть с такой ситуации то есть позволяет ли стак как-то это по моему вообще нельзя а как быть в такой ситуации то есть по новому все собирать по новому конфигурировать и все да я понял то есть откатиться нельзя rollback он позволяет то есть если вы oil back rolling restart делать если вы переживаете что вы хотите за апдейтится и не иметь даунтайма там все красиво будет вот дернуть процедуру обратно нет может в новых версиях можно но пятая шестая точно нет потому что когда я это смотрел и подходил шепотом говорил руководству давайте может правда этим все там такие фичи новыми с коня ни за что мы не рискнем теми данными что у нас сейчас есть потому что ну уже работает и уже все в восторге да там есть крутые фичи но до копию если если вы можете прям все да если есть возможность прям копию сделать то вопрос отпадает сам собой да конечно конечно можно будет потушить пул эластика старого поднять пул этот посмотреть как он за апгрейдился если нет сразу свечнуться на старый да так можно будет все вроде вопросов больше нет вопросов много и блин я даже не знаю я на самом деле выбрал вот молодой человек про математику спрашивал я меньше все мне кажется удовлетворил его своим ответом же не знаю если там такие возможности выходите получаете пакетик спасибо за вопрос да все нормально сегодня надеюсь понравилось если кто не знал боялся кибан и начнет ее юзать для себя для проекта очень классная штука всем спасибо спасибо